Добрый вечер, добрый вечер всем! Сегодня решил снять видеоролик о изготовлении печатных плат. Точнее, не сколько об их изготовлении, сколько о тех нюансах, с которыми предстоит столкнуться любому начинающему. Часто смотрю много видеороликов, хорошо рассказывается, как делать печатные платы в домашних условиях, но никогда не говорится о некоторых нюансах. Не знаю почему, может быть, о них забывают сказать, может быть, не договаривают намеренно, но я хочу вам рассказать сегодня о них. Ну, давайте начнем. Первое, о чем следовало бы поговорить, это о принтере, лазерном принтере, который необходим для изготовления печатных плат в домашних условиях. Использую принтер Hewlett Packard LaserJet 1214. Работает он у меня уже не первый год и служит вполне исправно, и меня вполне устраивает и качеством печати, и плотностью, и всеми остальными своими характеристиками. Так вот, читаю на форумах сообщения часто, что у меня не перевелся тонер или перевелся плохо на текстолит. С чем это может быть связано? Ну, в основном это связано с температурой плавления тонера. Сейчас, я думаю, что таких проблем не должно уже возникать, потому что все производители стремятся сделать все продукты более универсальными и взаимозаменяемыми, так как это удобнее конечному пользователю. Но, как бы, делая печатную плату, всегда, как бы, стоит учитывать о том, что показания тем устройствам, которые вы используете для термопереноса, могут быть неточны. Или термопара, которая вы заменяете вашу температуру, точнее, температуру переноса. Вот, и стоит всегда это учитывать. Но, все это выясняется исключительно эмпиристическим опытом. Не бойтесь ошибаться. Ошибки будут, от этого никуда не денешься. Ну, дальше давайте поговорим о бумаге, с которой происходит термоперенос. Но, я лично остановился на бумаге Космополитен и на вот такой вот замечательной желтой бумаге, которая продается у китайцев. Желтая глянцевая бумага. С нее, по мне, так отлично происходит термоперенос. Называется она PCB Paper. Так что любой желающий может ее там приобрести. Далее, если хотите получить отличное качество переноса, никогда не скупитесь в настройках принтера выставить как можно большую плотность печати, для того, чтобы рисунок у вас получился плотным и непрозрачным. Иначе в любом другом случае вы рискуете получить плату с протравками. К сожалению, не могу передать ощущения, но при такой плотности печати, она максимально плюс 5 составляет на моем принтере, чувствуется даже рельеф. И даже при мельчайшем рассмотрении видно очень качественный рисунок, который перенес. Если начинает заканчиваться, к примеру, то можно получить, например, вот такое вот качество рисунка. Как вы видите, рисунок просвечивается, и это будут протравки. Как минимум испортится эстетика платы, и также это может повлиять на ее другие технические характеристики. Я думаю, что стоит поговорить еще о текстолите, так как это основной элемент, используемый при изготовлении печатных плат. Давайте поговорим о нем. Значит, ну, толщина текстолита может быть разная. Начиная от стандартных полутора миллиметров и заканчивая, допустим, вот таким вот тонким, внущимся текстолитом. На что стоит обратить внимание при покупке текстолита, чтобы не зря потратить свои деньги? Это на его медленную поверхность. Значит, суть в следующем. Значит, поверхность текстолита должна быть гладкая, без выбоин. Иначе, имея вот такие вот выбоины, рискуйте получить испорченный перенос протравки, если рисунок попадет на эти выбоины. Так что обращайте на это внимание. Ну, также смотрите, чтобы текстолит имел блестящий вид изначально, а не что-то типа этого, как бывает, продается, убожество. Ну, что поделаешь, деваться некуда, поэтому иногда приходится покупать даже это. Также от термопереносия. Ну, кто-то это делает утюгом. Лично я, когда делал утюгом, у меня получалось все и не все, и не всегда, далеко не с первого раза. Особенно для примера вам покажу вот такие вот большущие платы. Как видите, их довольно трудно перенести утюгом, потому что равномерно прогреть всю поверхность сразу не получается. Для того, чтобы переносить такие платы, либо же, наоборот, какие-то мелкие платки, нужно постоянно тренироваться, для того, чтобы получался качественный результат. И вы используете себе много нервов, я вам скажу при этом. Потом я купил себе отличный ламинатор, профессиональный, с четырьмя валами, два горячих, два холодных вала. Вот. И начал использовать его. Я вам скажу, что результат я стал получать примерно 95% выхода, качества, то есть 5% брака. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что может быть с утюгом. Вот. Ну, и сейчас я перешел несколько на новый уровень. Но об этом поговорим позже. Также хочу рассказать вам о процессе травления. В основном используют несколько способов. Я их всем потом покажу в разных видеороликах. Ну, основное это хлорное железо. Значит, травление обычно оптимально протекает при температуре 40-45 градусов. А не как пишут 30, там, или что-то в этом роде. Тепло является катализатором любого процесса, так же, как и кислород. Поэтому очень желательно при травлении использовать помпу для небольших аквариумов. Дальше какие нюансы еще? Когда переносится рисунок, многие говорят, что протирают там ацетоном, различными спиртами и так далее, и тому подобное. Я вам по своему опыту скажу, что протирая плату какими-то химическими веществами в попытках ее обезжирить, вы, используя некачественный материал, то есть некачественные химикаты, рискуете оставить на текстолите своеобразную пленку, которая также может помешать переносу рисунка. Я, что используя утюг, что используя ламинатор, что используя термопресс, всегда просто зачищал мелкой-мелкой наждачкой текстолита. Этого было достаточно. Ну, естественно, при этом старался его сильно не мацать. Чтобы не оставлять на нем отпечатков, вот как сейчас, например. Значит, после того, как перенесли рисунок, я бы не советовал вам, как во многих видеороликах, либо отдирать пленку сразу на горячую, либо кидать ее в холодную воду. Я бы рекомендовал вам дать платье остыть до комнатной температуры. После чего бумага спустя некоторое время, ну, примерно 5-10 минут, в зависимости от размера платы, бумага начнет отслаиваться от нее сама, и так шанс нанести повреждения рисунку сводится практически к нулю. В следующем ролике я бы хотел поговорить о транзисторах PNP и NPN типа, биполярные транзисторы, о том, как они работают, и хотел бы собрать прибор для начинающих, для проверки транзисторов и определения их выводов. Так как я сам являюсь, можно сказать, новичком, и у меня раньше часто возникали проблемы, данный прибор с легкостью поможет определить выводы и понять, работает ли он или нет. Спасибо за просмотр!